Аким Жамбовской области Булхара Шукеев поручил ускорить работу по ликвидации последствий стихийных бедствий и восстановления женатаса. Об этом он сообщил во время очередного аппаратного совещания. Первым вопросом повестки дня стало обсуждение хода газификации населенных пунктов региона. С докладом выступил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Галым Исаков. В настоящее время 285 из 371 населенного пункта области или 91,1% жамбовцев обеспечены природным газом. Соответственно, в этом году показатель повысится. По словам Галыма Исакова, проведен анализ 86 населенных пунктов, не подключенных к голубому топливу. В настоящее время газопровод прокладывается в 38 населенных пунктах. Подготовлена проектно-сметная документация. По 13 населенным пунктам подана бюджетная заявка. ПСД по двум населенным пунктам в разработке. В связи с малонаселенностью 33 сел – это менее 200 человек. Газификация в них запланирована на последующие годы. В 2024 году планируется потребление 2 млрд 153 млн кубометров газа. К 2030 году – 4 млрд 816 млн кубометров. И к 1940 году – 6 млрд 23 млн кубометров газа. По состоянию на текущий момент уровень газификации Промбулской области находится на седьмом месте по численности населения республики. Всего из 371 населенного пункта области 285 охвачены природным газом. На совещании Акимы районов доложили о ходе работ по газификации населенных пунктов. Вместе с тем по вопросам газификации социальных объектов отчитались и руководители Управления образования здравоохранения. Ербол Хорошукеев напомнил ответственным лицам об актуальности создания благоприятных условий для населения, в том числе газификации. Глава региона поручил провести анализ газификации социальных объектов. Второй вопрос повестки дня касался ликвидации последствий стихийного бедствия и восстановления женатаса. С докладом на эту тему выступил Аким Сарасовского района Сакен Мамытов. В настоящее время продолжаются работы по технической проверке, оценке поврежденных объектов и подсчету размера ущерба. Для этого созданы четыре рабочие группы. Аким области поручил системно организовать восстановительные работы и уделить внимание их качеству. Клюш Мурзакова, Адиль Сейлаубеков, Азамат Бескенов, 7.7 News.